Судебные расходы в Гражданском процессуальном кодексе ГПК В соответствии с нормами Гражданского кодекса, лицо, выигравшее судебный процесс, имеет право взыскать со второго участника все понесенные траты. Если иск истца полностью удовлетворен, все затраты взыскиваются в его пользу, что входит в понятие расходов в Гражданском процессуальном кодексе. Судебные расходы ГПК установлены законодательством в главе Гражданского процессуального кодекса. В них должны включаться государственная пошлина, издержки. Выигравшая сторона судебного процесса имеет право возместить все понесенные убытки. Размер госпошлины определяется налоговым кодексом. Ее обязательно оплачивает истец при подаче заявления в суд. Судебные издержки ГБК – это Средства, потраченные на отправку почтовой корреспонденции. Оплата услуг представителей. Затраты третьих Лиц и сторон процесса, понесенные именно оплату проезда и проживания, при прибытии для явки на судебные заседания. Денежные средства, которые были выплачены свидетелем в связи с их явкой в суд. Издержки, которые понесла сторона для оплаты услуг переводчиков-экспертов. Если истец иностранный гражданин, к издержкам судебного характера будет относиться оплата услуг переводчика. Денежные средства, которые потребовались для проведения осмотра на месте. К издержкам будут относиться иные траты, которые суд посчитает необходимыми для ведения дела. В перечень таких издержек может входить оплата на оформление нотариальной доверенности, получение справок, документов. Издержки в гражданском процессе, виды и их учет. Во время процесса судьей расходуются средства на проведение экспертиз и услуги представителей. Но все траты будут должны вернуть участники процесса. Их распределение производится на основании решения суда. При этом принимается во внимание финансовое состояние сторон, а также какой степенью виновности они обладают. Распределение. Распределение расходов производится в соответствии с положениями СТ-98 ГПК Российской Федерации. На ее основании оно проводится по принципам. Проигравшее в судебном процессе лицо возмещает выигравшие все понесенные траты. Если исковое заявление удовлетворено частично, издержки распределяются между сторонами пропорционально удовлетворенных требований. В данном вопросе есть исключение из правил. Траты не будут распределяться между сторонами и оплачиваются из федерального бюджета. В том случае, если инициатором был сам суд, к судебным издержкам ГПК РФ относится компенсация за потерю времени. Она взыскивается со стороны, которая нарушила сроки, необоснованно заявила иск, регулярно препятствовала рассмотрению дела. Если истец отказался от иска, это лишает его возможности взыскать с ответчика убытки. Но при этом ответчик имеет право заявить встречное требование о возмещении потраченного времени. Если в процессе рассмотрения дела между сторонами было подписано мировое соглашение, в нем должно быть предусмотрено распределение трат. Решение о взыскании судебных расходов гражданин вправе обжаловать подачей частной жалобы на определение суда. Гражданский процессуальный кодекс определяет перечень издержек. Возмещение расходов по ГПК РФ. На возмещение трат, понесенных в суде, стороны могут подавать заявление в любой момент рассмотрения дела. Истец может подать заявление на возмещение трат одновременно с исковым заявлением. Образец обращения можно получить в канцелярии суда. Кассационная жалоба по расходам, понесенным в суде. Кассационные жалобы подаются через суд первой инстанции. При подаче заявления истец оплачивает государственную пошлину. Обратиться можно в течение 10 дней с момента вынесения окончательного решения. Если жалоба подается по истечению данного срока, она остается без рассмотрения. Обратите внимание, приказное производство по возмещению средств, уплаченных в ходе разбирательства, в России не применяется. Это связано с тем, что в таком производстве отсутствует распределение пропорционально исковым требованиям. Частная жалоба на определение суда о взыскании судебных расходов. Выигравшая сторона может взыскивать убытки в момент рассмотрения дела. Но частная жалоба может быть подана после вынесения суда, но до вступления его в законную силу. В таком случае процедура будет происходить на основании 201 статьи Гражданского процессуального кодекса РФ. Судом будет приниматься дополнительное решение, затем выносится определение о взыскании. В соответствии с указанием Верховного суда определение может быть вынесено только до момента вступления решения суда в законную силу. Если сторона будет не согласна с вынесенным определением, подается частная жалоба на определение суда. Распределение расходов. Взыскание расходов, понесенных в суде в рамках самостоятельного спора. Если заявителю отказали в возмещении определенных видов расходов, это не лишает его права предъявить исковое заявление в рамках индивидуального спора. В данном случае убытки истца будут рассматриваться по статье 15 ГК Российской Федерации. При составлении заявления истец должен указать, что затраты не появились бы у него, если бы не судебные разбирательства. Все понесенные убытки связаны с необходимостью восстановления своих прав. Условием для возврата средств будет являться нарушение прав истца, а не его процессуального положения. Взыскание расходов в апелляционной инстанции ГБК Частная жалоба подается в апелляционный суд через первичную инстанцию, которая вынесла определение. К заявлению должны прилагаться подтверждающие траты документы. Доказательства должны быть серьезным основанием, которое станет причиной изменения решения судья. При подаче жалобы должен быть соблюден срок. Подать ее можно в течение 15 дней после вынесения отказа судом первой инстанции. Документ в апелляционном суде рассматривается без присутствия сторон. Подтверждение расходов. Несмотря на то, что список издержек установлен 94 статьей ГБК, он не окончательный. Судья может присудить возмещение иных трат. Все убытки, которые сторона понесла при рассмотрении дела, необходимо подтвердить официальными документами. В бумагах должны содержаться данные, что они пошли именно на данное судебное дело. Обратите внимание, в момент распределения подтверждающих бумаг будет учитываться принцип разумных пределов. Например, если сторона захочет компенсировать поездки в зал заседания на такси, но при этом у нее есть физическая возможность пользоваться автобусом или метро, то в возмещении этих сумм вынесут отказ. Таким образом, издержки в гражданском процессе включают в себя оплату государственной пошлины и иные траты. Размеры определяются на основании налогового кодекса и фактических затрат стороны. Судья самостоятельно определяет размер возмещения, основываясь на представленных подтверждениях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...